Доброе утро! Еще один прекрасный день в Борио! Ой, джозки! Кажется, я снова забыл, как дышать! Да ладно тебе, мужик! Просто обычный Борио, я прав? Пацаны, вы не говорили в школе, я не хочу снова заболеть английский! Вот дерьмо! Ну, только что получил еще одну новость! Это же просто их домик! 15-летний малец в голубой машине! Разъезжает по городу, избивает пешеходов! Остановись! Джорно и Дио едут в Макдональдс! Дио Брандо Я еще не готов к нашей пижамной вечеринке, Пуччи! ЗАВАРДУ! А, это ты, Джорно Какого черта ты здесь делаешь, что такое время дня? Так мы действительно будем предваряться, что я ничего не видел, что бы это ни было! И я пришел сюда, потому что мы должны были тусоваться вместе, ведь сегодня день отца! Твою мать, я забыл! Да, да, я уделю тебе немного времени, идем! Дио, прекрати уже переписываться со своим парнем, мы идем уже! Да, да! Все пристегнулись? Поехали! Поехали! Джорно Джованно! Мой любимый сын! Как твои оценки? Заткни свой ебальник! Даже не пытайся предваряться, что тебе не все равно! Что, прости? Джорно! Где твои манеры? Манеры? Как я, по-твоему, должен себя вести? Ты действительно самый худший папаша на свете! Ты оставил меня одного в Италии, пока сам был в каких-то ебенях! Драча на египетский песок и еще на какое-то дерьмо! Единственное, что ты мне оставил, это голубую звезду на спине, свою дурацкую фотку! Ты ведь спрашиваешь меня о школьных оценках, верно? Откуда тебе знать, посещаю я школу или нет? Пока тебе не было, я путешествую за группой сексально озабоченных подростков! Пытаюсь убить трансексуальную телефонную трубку с ростойной личности! Ты, блядь, ждешь, что я хожу в школу? Даже не знаю, что и сказать. Это я или здесь становится жарко? Это мой зад, говори, слушай меня, черт возьми! Нет, ты меня послушай, малыш! Каждый раз, когда мы проводим время вместе, у тебя происходит этот дебилет психический срыв! Конечно! У меня есть свободное время для моего сына! Ты что, смеешься надо мной? Конечно, я над тобой смеюсь! Ты чертовски отсталый! Чёрно! Ты обвиняешь меня в том, что мне случилось на психологический скрипке, Капанек Грабан и Дракула! Кто, блядь, вообще носит красный плащ... Вообще не нужна! Дёх, на мать твою! Чё! Посмотри вперёд! Эй! Это же ты переехал моего друга! Ты во всём виноват, папаша! ЛОООТ! Полицейский участок города Мари nations! Это он, офицер! Это тот самый парень, который сбил моего друга и ту даму! Ладно, малыш, что скажешь в своё оправдание? Это был он, а не я. Он? Ну же, малыш, запись с камер видеонаблюдения показала, что ехал ты, а не он. Может, мне стоит спросить, сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Не важно, сколько ему лет! Он, блядь, убил моего друга! Это нехорошо, батя, всё идёт не в мою пользу. Я слишком молод, чтобы попадать в тюрьму, помоги мне. Хм, разве ты только что мне бросил меня под автобус, как секунду? С чего бы вы будете тебе помогать? Ладно, успокойся, я разберусь с этим делом. Ну же, не будь таким прямо сейчас. Разве ты не слышишь этого парня? Он собирается страховать меня, я не забоюсь. Ладно, хорошо, я знаю, как легко выйти из этой ситуации. Ведь именно я похитил тысячи девушек в Египте и остался безнаказанным. Похищены тысячи кого? Заткнулись, пидорасы! Слушайте! Я должен быть честен, офицер! Это был не мой сын, который вел машину! Это был я, Дио! Отец, ты не можешь говорить, что... Джорно, мальчик, всё в порядке. Я могу это сказать, я ведь сам гей, никого не обижу. Это не так работает. В любом случае, офицер, у меня была действительно веская причина для этого. Да, неужели? Что это может быть за причина? Он напевал мои песни в течение двух секунд. И? Она защищена авторским правом. Ты тупой или что? Офицер, вы можете запереть этих двоих! Я что, в камере сижу? Почему я в тюрьме, а не Джорно Джованно? Что это за закон такой? Я не напевал его песни или что-то в этом роде? Ах, хорошо, слушай, малец. Согласно правилам, это зависит от мистера Дио, напевали вы эту песню или нет. Он что, напевал твою песенку? Что? Именно. Какой ужасный человек. Койчи-кун. Что? Что это за чертовщина? Попей дерьма. Ну ладно. Хороший мальчик. Койчи-кун устранен. Боже, отец, мы действительно разобрались с этим вместе. Видал, Джорно? Даже у твоего старика есть пары трюков в рукаве. Если бы не ты, папа, я бы был сейчас в тюрьме. Наверное, я должен перед тобой извиниться. Мне очень жаль, что так вышло. Это такой прекрасный момент. Отец, ты устраиваешь показуху. Ребят, вы же не против? Мы тут наслаждаемся одним моментом. В любом случае, папа, мы не так далеко от того места, куда должны были идти. Жаль, только потерял машину. Как бы то ни было, я думаю, позже украду еще одну. Итак, куда ты меня поведешь, Джорно? Держу пари, это будет великолепное место. Может быть, парк развлечений? Или как-то не на лошади. Да, это, наверное, так и есть. Ты же знаешь, я очень люблю лошадей. Это что, кафе? Как помочь? Убей себя, сука. И вам также сдохнуть, сэр. Я его сейчас расхуяю! Отец, ты можешь здесь, пожалуйста, ничего не рушить? Он, сука, бесит! Хорошо, хорошо. Я найду на место. Чем я могу вам помочь? У нас неплохие цены на Биг Мак. Хотели бы вы узнать больше? Сиськи крупным планом. Твоя ручка такая мягкая. Ты же не против рассказать мне еще об акциях? Эй, пацан! Проваливай, я займу это место. Ясно, ясно. Ты же думаешь, что просто взять и уступить место был бы взаимовыгодным вариантом? Охрен тебе! Мы защитим наши места... Силой церкви и синдромом главного героя! Ха, что задумал Джорно? Ты назвашь это Биг Маком! Он меньше, чем твоя писька! Сейчас же позови своего менеджера! Без проблем. Сейчас вам принесут другой. Заказ на новый Биг Бак! Вот ваш заказ. Тебе до сих пор нравится это место? Я ненавижу его! Здесь всегда почему-то сломана машина для мороженого. Ладно, давай жрать дальше. Дио! Хм, ты обращаешься ко мне? Вместо того, чтобы сделать что-то хорошее в своей жизни, ты решил обратиться ко мне? Мёртвый мем. Ой-ой-ой, давайте не спешить с выводами. Так что вы здесь делаете? Я пытаюсь просто спокойно поесть. Что-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о? Что здесь происходит? Да что с ним такое? Да он просто сегодня слегка не выспался. Все-таки я настоял на том, что мой сегодня пораньше встал в честь этого праздника. Джотаро, ты тоже? Я не могу поверить, что мы оба затянулись. Старик, почему этой дамочке на голове установлены пушки? Дамочка? Ты ебанутый? Дио, ты сказал, что пытаешься просто спокойно поесть? Что случилось? Неужели я, Дио, не могу немного отдохнуть? Дио, ты думаешь, я на это куплюсь? Постой, Джотаро, не выглядит, будто бы он врет. Я позабочусь о том, чтобы покончить с тобой раз и навсегда. Джо-Джо! Стой, стой. Ты про кого из нас? Что, простите? Боже мой, вы не можете просто кричать Джо-Джо, пока в кону у тебя есть две жижи. Точнее, три. А кто ты, кстати говоря? Джорно Джован. Приятно познакомиться. Джорно? Хэ, а почему ты, Джо-Джо? Я твой дядя. Что? Что ты, черт возьми, несешь? Хорошо, позволь объяснить. Этот ублюдок прямо здесь. Привет! Он забрал тело Джонатана, а потом использовал его, чтобы трахнуть мою мамашу. Так что теперь я твой дядя. Ты понимаешь? Да по такой логике я вообще внук Дио. Это вообще звучит как бред сумасшедшего. Ты чё, аутист? Эй! Не называй моего деда аутистом! Заткнись, или я отправлю тебя в бесконечную смертельную петлю. Подождите, я запутался. Если Джорно дядя Джозефа и ещё он мой сын, то кем не приходится жёстки. Жёстки? А это ещё кто, черт возьми? О, мой бог. Только не говори мне, что ты ему ещё ничего не рассказал. Не сказал что? Джозеф, следующее, что ты скажешь, будет. Мне действительно не следовало изменять. Эрми Перпл и Хамон. Что?! Стар Платину! Голд Экспириенс! Вот и пришёл конец родословных Джостеров! Если я не убегу, Джорно убьёт и меня тоже! Он злится, потому что я испортил ему весь день! Эй, ты видел 10 места отсталов, которые уходят по городу уничтожать всё? Что за нах? Я Дио прожил больше стали и ты никогда не мог подумать, что ты сможешь развить рак волос. Или здесь будет вторая часть? Это заняло у меня пять гребаных месяцев. Как дело, ребята? Я бы хотел быстренько рассказать об этом замечательном канале. Этот канал, черт возьми, сдох. Тем не менее, если вы следите за моими сообщениями на Ютубе, то вы уже знаете, что Ютуб по какой-то причине отклонил мою заявку на партнёрство из-за... Отсутствия воспитательной ценности? Чё за х... Во всяком случае, я много думал об этом и нашёл идеальное решение. Ты знаешь, что после того, как я стану партнёром Ютуб, я скорее всего буду ограничен в некоторых словах. Я не хочу, чтобы это случилось, я решил создать Патреон. Если тебе нравится мой канал, можешь поддержать его в дальнейшем. Ну, думаю, вы поняли. Подписываемся на наш канал и подписываемся на канал оригинала, чтобы помочь ему в дальнейшем с выходом подобного контента. Адаптация на русский Night Things Project. Спасибо за просмотр. Всем пока.